Значительную часть населения в Сирии составляют православные христиане древнего антиохийского патриархата. В связи с непрекращающимися военными действиями в регионе, они оказались в огне войны. Какую помощь оказывает страдающему населению, говорили накануне в предцентре РИА Новости в Москве представители антиохийской и русской православной церквей, а также члены императорского православного палестинского общества. Светлана Соколова побывала на встрече. Боевые столкновения в Сирии продолжаются. Статистика шокирует. 7 миллионов бешенцев, 100 тысяч убитых. От рук исламинских террористов сильно страдают и христиане. Более трети из них вынуждены были бежать из страны. Боевики террористических организаций, прежде Джабхата Нусра, как коршун раздирают эту божественную землю, часть святой земли. И вершат здесь самые кровавые злодеяния, убивают, вырезают семьи целые, религиозные общины, кланы, уничтожают целые города. Императорское православное палестинское общество продолжает оказывать помощь народу Сирии. В продовольствии, медикаменты, предметы личной гигиены за полгода было отправлено более 70 тонн груза. Однако в сложившейся обстановке предпринимаемые меры кажутся уже недостаточными. Сегодня мы объявляем о создании в Москве российского общественного центра и ППО защиты христиан. Зона ответственности центра регион Ближнего Востока и Северной Африки. Идею создания общественного центра защиты христиан поддержал святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Епископ Антиохийской церкви выразил слова благодарности за гуманитарную помощь и поддержку российскому государству и русской церкви, православному палестинскому обществу. А также отметил, что в Сирии гуманитарная катастрофа продолжается и продовольственная помощь по-прежнему необходима. Мы обращаемся к вам с просьбой передать нам детское питание, детское молоко, потому что Европейский Союз отказался поставлять нам этот продукт. Это боль. Она охватила всех и христиан. Множество церквей, школ, больниц разрушено. Каждый гражданин Сирии испытал это на себе, эти трудности. И у каждого кризис в доме. И почти в каждой семье горе. Либо кто-то похищен, либо семья пострадала. Вопрос преследования христиан в мире является для московского патриархата одним из приоритетных, отметил еще один участник встречи, диакон Димитрий Сафонов. Он рассказал об обеспокойности русской церкви с судьбой похищенных весной этого года сирийских христианских иерархов. Мы сегодня еще не можем реально выйти на пути освобождения этих владык, но не успокоимся, пока не освободим их. 60 древних храмов в Сирии уже разрушены. Боевики оскорняют святыни. Иконы, кресты, алтари уничтожают богатейшее духовное наследие этой древней страны. Христианское духовенство всеми силами пытается удержать паству от оставления родных мест и возлагает большие надежды на усилия мирового сообщества по регулированию сложившейся ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok